Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А у меня, знаете, сегодня день рождения А мне, знаете, сегодня исполнилось Шестьдесят А знаете, где я сегодня была? В цирке Ходила на представление и купила там Вот этот шар Мои самые яркие воспоминания Из детства, когда моя старшая Сестра Женька прицепила точно такой же Шар к юбке нашей бабушки Она нам тогда что-то рассказывала Рассказывала, а у нее над головой Висело Вот это Мы тогда чуть со смеху не умерли А между прочим, такой шар нельзя надуть самому Его можно либо купить, либо получить в подарок Но подарков мне еще сегодня никто не дарил Но я знаю, я точно уверена, что придет моя соседка Катя И принесет мне Торт Шестьюдесятью свечами Она зашет их за дверью Будет пинать дверь ногой И кричать, что у нее руки заняты Валя, открой дверь, у меня руки заняты Входи, у меня открыто Сначала я ходила в цирк А теперь цирк пришел ко мне Валь, у тебя тут такой сквозняк Все свечи в посулке Надо бы их заново зажечь Мой сквозняк Считай задуман Так надо сначала желание загадать А я загадала И почти сбылось Ну, тогда за подарком Поздравляться А это раньше была ее комната А точнее ее покойного мужа Он умер ровно двадцать лет назад Как раз в этот день Теперь Катька не меня приходит поздравлять А его помянуть После его смерти Катька сгоряча Пить начала И вещи мне распродавать Я все у нее покупала Покупала И выкупила две комнаты Эту, в которой живу И ту, в которой она живет Не выгонять же ее на улицу Только теперь Кате каждый день Водку пьет И на нервах играет Валь Ну, принимаем ее Поздравление А это что у тебя? Это? Длины Длинный торт Ну ты, не стесняйся Само что? Кло Конечно Давай Закричат и заглохочут петухи Застучат по проспекту сапоги Засверкает лошадиный взумруд В одночасье современники умрут Блестяще Сама, что ли, сочиняла? Да нет, что ли, тварь Это не я, а русские Они охватывались Или еще Валька Для тебя? Царствие его Небесного А вот когда мне было 18 лет Я взяла, да и полюбила одного молодого человека Да и полюбила так сильно, что уже и невозможно было все это переносить А я его и полюбила И после того, как он женился на другой И после того, как умер в день моего дня рождения Тем самым преподнеся мне такой подарок Я его на север Должен А в молодости Мы такие слова друг другу говорили Поверить сложно Какие они жили, страдали, конечно Нам родители тогда встречаться не разрешали А сейчас думаю Чего страдали? Родители уже умерли давно И он умер Если бы знали, что все так будет Может быть, как-нибудь по-другому бы время приводили А то встретимся где-нибудь в парке На скамейке сядем И сидим слезы веем Сейчас-то интернет уже есть А тогда ведь его не было Раньше люди на скамейках общались Когда же это было? В прошлом веке Ой Что? А? Ну? Ты придешь? Да Точно? Да Точно-точно? Да Ты безумный Как я безумный? Ты безумный, глупый мальчишка Как с тобой семью строить? Зачем ее строить? Щи варить? Гнище ячейку общества Основного государства Давай семью, частную собственность И ты придешь? Да Ты лучше расскажи, что у тебя было Не хочу я А я приказываю, рассказывай Не хочу Не хочу Я у тебя тоже уже научилась-то, не хочу Я у тебя вот так делаю А я у тебя вот так Знаешь Мы с тобой все-таки живы как глупые Дети Вокруг нас опасности, а мы На целом Сейчас-то уже таких слов не говорят А я ведь до сих пор помню Как тут Вальк А Вальк Ты где? Куда потерялась? Я в прошлом веке Где? Громче Валь У меня вата в ушах Не слышу же В прошлом веке Ааааа Вон где ты обитаешь Обитательница А я знаешь где? Не знаю Громче Вальк Вата же Не знаю А я буду еще Нет, Катька Будущего уже нет Да ну эту вату все равно не помогает А я однажды иду по улице И вижу его окно горит У меня еще тогда слезы текли по щекам Когда же это было? Вчера или? А на прошлой неделе? Смотрю его окно светится А потом понимаю, что это вовсе не его окно А мое Просто я Дурый свет забыла выключить А рядом смотрю Катькино окно тоже горит Катька-то всю жизнь в доме в этом прожила Они с Валентином сперва соседями были А уж потом поженились после того, как он со мной расстался А ведь тогда он на нее никакого внимания не обращал Когда же это было? Сорок два года назад Я ведь к Валентину тогда в первый раз домой пришла И Катьку я тогда тоже в первый раз увидела Она к Валентину просто за маслом приходила Просто за маслом Вот и все Привет 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 У меня масло кончилось Я возьму немножко Посмотри, если есть Я нашла Даню А тетка Лиза уехала? Да Да и Валентину передай вам, если хочешь, пусть ко мне идет заниматься Я в ночное ухожу Ключи оставлю Я передам А я в деревню еду У нас Ольга замуж выходит Я одну на работе взяла Они и его звали И помнят, как мы с ним по первомайке гуляли Ты ему скажи ему, если хочешь, пусть едет Там в деревне, знаешь, как сейчас хорошо Я отдохнет там Я передам тебе ключ, оставим Ключи Конечно 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 Валя Я люблю тебя Я тебя Я тебя Это я тебе сейчас говорю Сегодня Это ведь, понимаешь, такие слова Мне ведь их даже произносить-то стыдно Ты же ведь знаешь, я таких слов совершенно не люблю Я даже фильмов таких не смотрю Но Годы идут, Валька, годы идут Может быть, это мой последний день рождения Может, последний, а? Вот ведь ты понимаешь, как оно все получилось Я как начала с тобой разговаривать тогда, 42 года назад Так ведь до сих пор не могу прекратить этот безумный, в общем-то, разговор Я думала, когда ты умер 20 лет назад, все Конец нашему разговору А нет Он все продолжается и продолжается Безумие, правда? Безумие Есть ты, нет тебя А я все продолжаю с тобой разговаривать Любовь Любовь Это когда я в шередесят любовь Любовь, это когда с любовью А без любви ведь это уже не любовь вовсе Альк Ты чё грустишь-то? Из-за возраста, что ли? Да ты не переживай Меня вот вчера во дворе бабкой назвали А как я бабка? Я уже старуха Ну раз я на бабку смахиваю, значит и ты тоже Катя Так что, Валя, мол-то мы с тобой сохранились. Катя, послушай меня. Вот так мы вроде продолжаем. Послушай то, что я тебе сейчас скажу. Ты меня слышишь? Слышу. Это хорошо, что ты меня слышишь. И я тебя ненавижу. И я тебя тоже. Ты мерзкое, ничтожное существо. Да и ты такая же. Ты сломала мою жизнь и жизнь человека, которого я любила. Ты мерзкое, ничтожное существо. А ну сейчас же. Вон уходи из моей жизни. Слышишь? Вон из моей жизни. Поняла? Это моя квартира. Это квартира моего покойного мужа. О-о-о! Нет, Катя, это моя квартира. Я у тебя ее выкупила тогда, когда ты ее пропивала. Тогда я уйду отсюда. И уходи. Дрянь! Что ты сказала? Дрянь ты! А ну забирай свою лодку! Печи мы здесь из праздника поминки устраивайся. И плены свои забирай. И я их завтра собакам отдам. И посуду аккуратненько не разбей. Ты мне дверь открой. Дорогой Валя, Валечка, Валентин! Пускай самолеты летают в небе, пускай корабли бородят в моря, пускай пограничники охраняют границы Советского Союза. Я, кстати, больше не работаю на хлебозаводе. Я окончила курсы проводников, и как твоя мать, работаю теперь на поезде Москва-Владивосток. Так вот, пускай все делают все, что хотят, а я эгоистка такая, все время думаю только о тебе. Мне стыдно говорить тебе, но писать все-таки легче, чем говорить. Дело в том, что без тебя, моего единственного, я не смыслу в жизни своей. Без тебя я готова к кораблимской гавани жечь. И хотя я знаю, что ты любишь другого человека, не знаю, откуда во мне столько поэтий, то ли от любви, то ли от того, что я беру уроки игры на кардио. Не знаю, но главное, что ни о ком и ни о чем, кроме тебя, я думать не могу. Приезжай поскорее, ибо тебя очень соскучилось. И пускай весь мир подошел. Третье октября, тысяча девятьсот. Ну, Лайк, придется тебе меня выслушать. Может, не надо? Надо, Вань, надо. Не будем нарушать традиции. Вот видишь, Вань, это ружье, непростое ружье, ты знаешь. В нем, кстати, два куха, два ствола. А это ружье, ну ружье. Оно целую тысячу стоит. Знаешь, я даже бы сама его у себя купила бы. Но не могу, это же мое ружье. Катя. Мое ружье, знаешь, я так бы подошла бы к зеркалу, протянула бы себе тысячи и сказала, возьми, Катя, эту тысячу за такое чудо-ружье. Но не могу. Мое же ружье. Катя, знаешь, почему этот день является худшим в моей жизни? Этот день является худшим в моей жизни не потому, что этот день является смертью моего любимого человека. И не потому, что я появилась на свет. А именно потому, что вот уже 19 лет подряд ты приходишь именно в этот день и пытаешься мне продать это злосчастное ружье. И никак не можешь понять, что я у тебя его не куплю. Юбилей все по-другому, моя. И даже в юбилей хватит уже. Ну, знаешь, пять тысяч на самом деле оно стоит. Тысячу-то я так для себя сказала. Катя. Вот. Видишь, это ружье, да? Я не куплю у тебя его ни за пять тысяч, ни за тысячу, ни за триста рублей. Вот это ружье, да? В нем есть два ствола, два курка, приклад и тому подобное. Все это, по твоим словам, стоит пять тысяч рублей. Хотя в прошлом году ты мне цену до трехсот рублей скидывала. Господи, о чем уже это я говорила? Катя, я у тебя его не куплю. Ну, это я тебе еще по дешевке продаю. У меня, между прочим, еще два патрона. Один. Два. Один. Один холостой, другой... Холостой, не в счет. Как это не в счет? От него шуму столько же, если не больше. Два. Я настаиваю. Катя, я у тебя этого ружьем не куплю. Не за тысячу, не за триста рублей. Понимаешь? С днем рождения, Валька. Это еще что? Хэппи-безды и демокрю Валентина. Ты мне его еще что подарить решила? Прими, Валь, от меня в подарок на свой шестидесятилетний юбилей. Это дорогущее чудо-ружно. Кстати, смотри. Вот здесь, и на царапке, дорогой Валентина, откатил память о прошлом. А здесь, Валькина надпись, заряжена 3 октября 1992 года. Катя. Да. А ты не помнишь, какой холостой, а какой спурый? Да я никогда об этом не знала. Это же Валька придумал. Как там это он называл? Игра судьбы или судьбы игры. Ему же когда подарили это ружье на сорокалетний юбилей, он два патрона вытащил и задал пули вытащил, потом оба назад закупорил. А когда все случилось, ну, это в смысле смерть, я не решаюсь подходить к ружью. Так, раз в год достану, тебя попродаи, попродаи, да назад спрячу. Слушай, Валь, а давай потом, ты мне на моё день рождения подаришь. Или давай вообще на охоту начнем ходить. А я у тебя, знаешь, почему спрашиваю? Просто мне не хочется два раза на курок нажимать. А зачем нажимать-то? Ну, само-то оно вряд ли выстрелит. А куда? Во что ты собралась стрелять? А сейчас, через минуты две-три, куда? Во что? Катька, я ведь у тебя все-все вещи выкупила, все-все, которые только были, правда? Я ведь всё покупала и выбрасывала, покупала и выбрасывала. Себе только шариковую ручку оставила до часы. Я ведь не хотела, чтобы у тебя ничего не осталось. Ты меня сейчас слышишь? Слышу. Это хорошо, что ты меня слышишь, а то ведь у тебя иногда в адовый шахтах вот, Катька. А ружья у тебя не покупала. А ведь очень хотелось купить. Но ружьё-то на помойку-то не выбросишь. И вот милиция найдёт. И нас по номеру вычисли. Так ведь? Так ведь? А, я очень хотелось купить. Очень. Ведь ты ко мне каждый день в эту комнату приходишь. Так ведь? Так я тебя спрашиваю? А мне тебе хочется пристрелить. Ведь ты у меня каждый день в этой комнате. Я тебя уже видеть не могу. Слышишь? Видеть? А ружьё Валька? Ружьё? Ружьё Валька оставила. Я ведь его хотела купить. Особенно, когда ты цену в том году на трёхсот рублей снизила, и которые ты у меня потом украла. Не крала, не крала эти деньги. Да брала ты у меня. Ты всю жизнь мою украла. Ты молодость мою украла. Любину человека моего украла. Я к тебе, Надю, я знаю. Я к тебе, к тебе, Надю. Катя, Катя, ты на меня прости. На меня сейчас руки не слушают. Я, по-моему, сейчас себя выстрою. Прости меня, пожалуйста, на мне себя сейчас. Почему это жалко стало? Как-то мне, знав, на себя стало жалко. А раньше ведь со мной этого не было. Не было никогда в жизни. А когда Валька умер, всё, всё. Мне больше некого любить стало, понимаешь? Я, я вспомню, какая в молодости ты была. А сейчас смотрю, руки стареют, ноги стареют, лицо стареют. Пока мы с ним спали, я всё старела и старела. Он к тебе ходил, к тебе. Я знаю, однажды он мне всё рассказал. Да от этого ещё хуже было, понимаешь? Ты ведь пойми, сейчас мы с тобой, может быть, в последний раз разговаривали. Я ведь не из-за вас. Не из-за вас, я из-за себя. Понимаешь, когда Валька жил, я могла любить, страдать, ненавидеть. А когда он умер, всё. Конец. А я, как я тебе, Зану ведь закрыть. Я упустила тебя, сказала, иди он, где Зану? Он не пошёл, если я его упустила. Он не пошёл, не пошёл. Да потому что он не мог простить себе ту ошибку, которую совершил в молодости. Мы однажды, мы однажды сидим вместе, я плачу и говорю, Валя, Валечка, прости меня, прости. А он говорит, Валя, Валечка, прости. Я сначала думала, что это он, что это он у меня прощения просит. А нет, это он у себя прощения просит за то, что не может с тебя просить на ошибку, которую я совершил в молодости. Да ты дура, Валя, тебя всю жизнь я биля, я... Да хватит! Ты что, думаешь, я из-за ревности, что ли? Да плевать я хотела на ревность! Я хочу убить кого-нибудь, жить хочу, прижиметь хочу! Да иди на улицу и прижими там кого-нибудь! Да я знаю, в кого мне стрелять! Так ты ища, спившаяся старуха! Терпеть не могу! Терпеть не могу, Вранья! Когда смотрят в глаза и врут! Я ведь все вижу, все! Насквозь вас вижу! Зачем же так же? Я спала, видела сны, никому ничего плохого не делаю! Я как все! Я нормальная! При просмотре мелодрам плачу! И голубей кормлю печень! Я не особенная! Я как большинство! И что мне теперь всю жизнь во Владивостоке прожить? Из поездов не вылазить! Любимого человека не видеть людьми! Да ненавижу я такой Владивосток! И поездайте ваши ненавижу! А тут еще вы со своим враньем! Не нужно! Не нужно! А мне... В кануне мамины смерти... Сон приснился! Появляется мне возневодие... И говори... Все, Валечка... Иди к своему Валечке! Теперь я разрешаю тебе его любить! Лети к нему! Он тебя очень ждет! Дорогая Вара, Валечка, Валентина! Пускай самолеты летают в небе, пускай корабли бороздят в морях, пускай пограничники охраняют границы России, пускай все делают все, что хотят, мне на это абсолютно изобретать! Потому что я отправляюсь в космическое путешествие на Марс, под названием «Марс – источник энергии». Желаю счастья! Пока! Ах, дача, не забыла! Вчера ночью мне приснился Бог! Во-первых, Он сказал, что Он есть! А во-вторых, что ты умрешь сегодня ночью, в полночь отраслой на сердце! Ах, да, твое вино я так и удержу пипела и положу назад в пешку. До свидания, Вар! Прощай! Ушла! Навсегда ушла! Таковы правила. Правила любви. Просто наш мир так устроен. Вот была земля. Она была вся с деревьями, цветами, травой. А потом появились животные. А потом появились люди. И все они жили, жили, ни о чем не думали, как вдруг с ними приключилась любовь. И все! И началась война! Из-за любви стали яды подсыпать друг другу, за волосы таскать, убивать. Все, что началось, все началось из-за любви. Вот и я жила, жила себе, ни о чем таком не думала, как вдруг любила. И все. И началось бесконечная война. Сегодня, 14 декабря, 0-0 часов, 0-0 минут. Любовь, какая она, да? Как бы вам это сформулировать? Никому нельзя рассказать, а хочется. Как писал Александр Блок, тоскою, страстью, огневиться идет безумие любви. Вы только поймите правильно. Вот, предположим, есть у человека семья, дом. Одной девочки 13, другой 7. Все замечательно. И муж замечательный человек. Браки, как говорят, совершаются на небесах. И этот брак тоже. Девочки идут в школу, а вы не заметили, как они выросли, потому что жили счастливо. Но вдруг что-то случается. Почему, откуда, никто не знает. Любовь — это так психическая, навязчивая идея, когда думаешь только об одном, о нем. Всюду он и только все остальное, лишь от лечения досады ты ждешь. Увидеть, только увидеть, иначе сойдешь с ума. Любовь — это колдовство. Это когда прикоснешься к человеку и понимаешь, что это навсегда твое, что бы там ни было. Влюбленность, любовь, страсть и любовь, они похожи, но они совсем разные. Влюбленность — это прекрасно. Тут и ликование, и счастье, и тревога, и страх. Потерять человека, потерять все, и тысячи комплексов, и знурящая мысль. Как быть? Что делать? Ты говоришь невероятные слова, которых ты никогда не говорила, и тебе говорят такие же слова, и ты веришь. Сразу веришь, что он никому никогда такого не говорил. Хочется увидеть, увидеть, больше ничего, проверить, убедиться, опять испытать то, что было. Ты перестаешь есть, спать, ты как стрелать, идти во спущенный, и ты летишь. В этом есть ощущение удара, катастрофы. Была жизнь, шли трамваи, ты пила чай, и вдруг бомба, разрыв, все снесено взрывной волной. Это как поезд метро, который вырывается из туннеля на метромост. Все примали, качались, читали газеты, и бац, солнце, небо, река блестит, понимаете? Любовь, это когда человек понимает другого, когда он пытается сделать так, чтобы он был счастлив. Он говорит, давай заведем сына. Да, говоришь, ты без запинки, потому что тебе ясно, что сын у тебя может быть только от него. Любовь, это когда не подведут, и не предадут, когда верят, когда хотят быть лучше и жить чище. Вот когда говорят, что ж ты такая сякая, опоздала на десять минут один и любовь. Любовь, это когда ждут и час, и год, и вечность, потому что знают и верят, что человек все равно придет. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ